Арктика. Как много в этом слове для сердца русского слилось. И не только для русского. Что в холодных недрах, за что идет тихая и почти невидимая война. Кстати, и о невидимых войнах тоже знает Данил Русаков, наш московский Сапкор. Вслед за аннексией Крыма официальная кремлевская пропаганда продолжает радовать россиян новыми территориальными приобретениями. Правда, на этот раз куда менее масштабными. Всего 500 квадратных метров. Речь о недавно открытом острове Я-Я в водах Северного Ледовитого океана. И, видимо, для того, чтобы варварская бездуховная заграница ни в коем случае не позарилась на этот богом данный кусок земли, официальная Москва создает межармейские силы. Напомню, на воды самого холодного водоема планеты претендует сразу несколько стран. Среди них США, Норвегия, Канада, ну и в том числе, конечно же, Россия. Что именно интересует стоящую с колен империю на далеком севере? По словам экспертов, залежи углеводородов, которых там много. А судьба этого самого шельфа до сих пор не определена. Разработка новых месторождений – дело ближайшего будущего. Но, по словам экологов, активная деятельность в этих широтах может только навредить. Сегодня официально признан, что в случае, если Россия модернизирует свою транспортную систему, энергосистему, электроэнергетику, то страна может экономить порядка 30 миллионов тонн нефти ежегодно. То есть в разы больше, чем то, что может давать арктический шельф. Впрочем, российские власти на такие мелочи не размениваются. Действуют бесстрашно и на опережение. Накануне стало известно, американскими программистами раскрыта шпионская система слежки за европейскими энергокомпаниями. В основном, кстати, польскими. Причем хакерское изобретение оказалось, что называется, многопрофильным. Помимо конкурентов на углеводородном рынке под колпаком у спецслужб оказались чиновники НАТО, Евросоюза и, что ожидаемо, Украина. Пик слежки пришелся на разгар политического кризиса в феврале этого года. Сообщается, что программа «Шпион», которую американцы назвали «песчаным червем», искала дыры в операционной системе Windows. Вот, как пример, так выглядел принцип работы. Он базировался на понятии уязвимости нулевого дня. То есть, обо всех утечках становилось известно лишь после того, как производитель программного обеспечения обновлял компьютерную систему. Таким образом, в руки чекистов попало весомое количество данных украинской разведки и даже файлы НАТО с информацией о международной безопасности. Это не страшилка, это реальность. И нужно готовиться к худшему и в мире реальном, и в мире виртуальном. Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканал Интер.